МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите мультимедийный проект Тревожная кнопка. Здравствуйте. В студии Сергей Лопаницын. Пожар на четвёртом этаже. Минск. Днём в первом часу спасателей вызвали на улицу Авроровскую. Соседи заметили, что в одной из квартир случилось несчастье. Загорелось имущество в жилой комнате. Точная причина пожара пока не установлена. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём и электрическая. Спасатели обнаружили в коридоре квартиры 50-летнюю хозяйку в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия ей не помогли. Женщина скончалась. Утренний лось. Дорожно-транспортное происшествие с участием крупного животного на границе Гомельского и Речицкого районов. Восьмой час. Трасса М-10. Легковой автомобиль врезался во внезапно выбежавшую из леса на проезжую часть лосиху. Транспортное средство получило механические повреждения. Никто из людей не пострадал. Травмы лосихи оказались смертельными. Вместе с самкой погибли два эмбриона. Пассьют в темноте. Минск. Около 4 часов утра патруль ГАИ попытался остановить подозрительный фургон. Водитель проигнорировал сигнал инспектора. Милиционеры решили выяснить, почему. Проследователь Микола Павлович. Ухлево. 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 Белый Volkswagen LT на всех парах мчался прочь из столицы. К погоне подключались все новые экипажи ГАИ. На улице Кижеватова фургон бортанул один из служебных автомобилей. Беглецу удалось выехать в замкат. 1908. Останавливайся. Будем стрелять. Останавливайся. Открываем огонь. Применять табельное оружие не понадобилось. Один из экипажей ГАИ обогнал Volkswagen и установил на Слуцком шоссе специальное шипованное устройство для остановки автонарушителей. Так называемый «Еж». Наехав на него водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в Курет, где совершил наезд на дерево. Он был задержан и доставлен в больницу. Как оказалось, за рулем находился 24-летний неоднократно судимый житель Брестской области. Вскоре пазл сложился полностью. Белый фургон был угнан с улицы Тимошенко. Владелец обратился в милицию с соответствующим заявлением уже после задержания подозреваемого. Двойное дно. Жлобин. Попытку контрабанды пресекли далеко от границы. Точнее, на территории одного из предприятий города. Фуру из Брестской области ангажировали для легальной перевозки товара. Погрузочные работы прервали сотрудники милиции. Они тщательно осмотрели полуприцеп и обнаружили в нем впечатляющий тайник. Скрытая ниша глубиной 10-15 сантиметров занимала всю площадь логистического модуля. Вместо погрузки состоялась разгрузка. И длилась она почти 7 часов. Из полуприцепа извлекли около 40 тысяч пачек сигарет белорусского производства. Стоимость партии свыше 50 тысяч рублей. По информации МВД, материалы дела переданы налоговым органам. Находился под хайпом. Минск. Модная форма опомутнения рассудка зафиксирована в столице. 19-летний учащийся колледжа выложил в социальную сеть собственноручно снятое видео. В тот момент ему казалось, что именно так должен вести себя настоящий рэпер. Ночью юноша повредил три автомобиля. Бил их ногами. И снимал происходящее на телефон для показа в соцсети. Утром жажда интернет-славы поугасла, и молодой человек пришел в милицию сознаваться. Был трезвый, полностью уменяемый. Просто сделал это сказами дури, как бы ради такого, какого-то, не знаю. Ну, хайп. Ну, что-то такого. Полностью признаю свою вину. Понимаю, что я сделал неправ. Явка с повинной в данной ситуации оказалась единственным разумным поступком. Личность подозреваемого к этому моменту уже была установлена сотрудниками милиции. Выбывшая на место происшествия следственная оперативная группа произвела осмотр транспортных средств. Экспертами были изъяты следы обуви, оставленные на двери одного из автомобилей, а также зафиксированы вмятины от ударов. Известно, что 19-летний студент колледжа ранее к уголовной ответственности не привлекался. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы после показа на ОНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Паблик кнопки появился в Одноклассниках. Вступайте в наши группы. Там можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Эфир следующей тревожной кнопки днем в пятницу 27 марта. Смотрите нас в 16.20. Дождитесь.